Уважаемый генеральный директор Цюй Дон Юй, уважаемые министры, дамы и господа, с большим удовольствием обращаюсь к Высокому собранию по случаю 43-й сессии конференции ФАО. Прежде всего, мне бы хотелось выразить признательность ФАО за неуклонную поддержку для обеспечения устойчивости управления водными ресурсами, продовольственной безопасности и питания во всем мире, уважаемые делегаты. С каждым днем мы все яснее осознаем, что природные ресурсы нашей планеты ограничены. В то же время страны развиваются и день за днем растет потребность в питьевой и чистой воде. Турция находится в бассейне Средиземного моря. Это один из тех регионов, которые наиболее затронут изменениями климата. Мы сталкиваемся с частыми и сильными наводнениями и засухами. Мы принимаем решительные шаги для того, чтобы повысить эффективность управления водными ресурсами во всех отраслях и особенно в сельском хозяйстве. Турция страдает от дефицита воды. Вот почему мы создаем систему для управления водными ресурсами на основе всеохватного комплексного подхода в интересах устойчивости использования ресурсов воды, почвы и биоразнообразия. Планы управления ресурсами, планы по защите от наводнения, система прогнозирования и раннего оповещения. Вот наши новые задачи. Кроме того, в соответствии с принципами сельское хозяйство с рациональным использованием водных ресурсов, мы стремимся к тому, чтобы обеспечить справедливое и сбалансированное распределение водных ресурсов среди всех отраслей нашей экономики. Планы распределения – это еще один шаг в этом направлении. В рамках плана по адаптации к изменению климата мы работаем над оптимизированным к изменению климата систем сбора дождевой воды и использования регенерированных сточных вод. В начале этого года мы представили кампанию по повышению эффективности использования водных ресурсов, для того, чтобы предотвратить использование в домохозяйствах, на рабочих местах и заводах чрезмерного количества воды. Для того, чтобы создать правовую инфраструктуру, внедрить современные методы орошения и популяризировать идею рационального потребления среди населения. Если мы не будем жить в гармонии с природой, мы не сможем добиться ЦУР к 2030 году. Вот почему очень важно принимать меры не только национальном уровне, но и действовать глобально. В 2024 году мы примем следующую конференцию сторон Конвенции по биологическому разнообразию. Для нас это станет большой честью. Мы приветствуем каждый шаг, призванный обеспечить достижение целей, связанных с водными ресурсами. Мы поддерживаем все четыре направления улучшения ФАО. Улучшение производства, качество питания, состояние окружающей среды и качество жизни. В заключении хочу поделиться с вами своей глубокой верой в эффективности расширения сотрудничества и диалога для обеспечения устойчивых водных ресурсов и большей невосприимочести агропродовольственных систем к внешним фактам.